Я очень много думал с момента вчерашнего разгона, что конкретно хотела показать парижная власть. Во-первых, очень горько осознавать, что много хороших людей пострадало. Герой войны Орест, например, которому разбили голову и выбили ребра, и это абсолютно сознательно было сделано. Девушки разбили голову одной, бойцу из Минницы выбили глаз, одному бойцу отбили почку. И эта брутальность против минного протеста не только полностью не оправдана, она четко показывает, какие намерения у Порошенко и Авакова. Они хотят показать, что они сильны. Это из той же оперы, как меня таскали за волосы, выкидывали из страны, как обращались с ветеранами, а с обычными людьми, неугодными во всех регионах. И тем самым они продемонстрировали, что власть Украины реально не поменялась в 2014-м. Но подумаем о том, и Аваков, и Порошенко, и многие другие, все время, все эти десятилетия были при власти, при деньгах. И какое-то время они всех нас развели, но сейчас, до более всем понятно, что после Майдана украинский народ был обманут. Но я думаю, что они не поменялись, и полиция осталась с Беркутом, и точно так же она относится к минному протесту и оппозиции. Но поменялось одно главное. Я абсолютно уверен, что олигархат и барыжная клика слабы, как никогда. У них полный внутренний разброд, у них нет той стойкости, которая характеризовала того же Януковича. У них нулевая народная поддержка, у них нет отдельных регионов опора. И это означает, что мы как никогда должны мобилизоваться, чтобы довести наше дело до конца и добить эту барыжную власть, убрать эту клику. Сейчас уникальный шанс. И очень хорошо, что вчера все оппозиционные силы нашли возможность сделать совместное заявление. Мы тоже научились нашим горькому опыту, нас нельзя разобщать. Очень важно, что каждый день мы делали акции прямого действия во всех населенных пунктах Украины, чтобы общество показало местным казнократам, местным коррупционерам, местным педбарыжникам, что земля из-под их ног уходит. И мы должны готовиться к маршу на 18-е. И тоже сказать, что после этого марша на 18-е выпринять решение, повезти его во всех регионах. И уже после этого марша начать подготовиться к маршу всех регионов на Киев, для того, чтобы нанести окончательный удар по этой клике. Мы должны было сказать 18-е, что пути низ в Украине не пройдет. 18-е, мне напомнили, это дата, когда в Украину украли Крым. Враги украли у нас Крым, а внутренние враги, коррупционеры, крадут у нас все, включая нашу свободу. И это у них не пройдет. Мы победим и внешних врагов, и внутренних. И то, что вчера они пытались поставить на колени ветеранов, и таким самым образом Порошенко демонстрирует, что ставить на колени украинский народ, это ни у кого никогда не проходило. Он очень плохо знает украинский народ. Я думаю, что у нас все выйдет. Мы будем демонстрировать свое интеллектуальное превосходство. Мы покажем, что у нас лучшая экономическая программа, как вывести страну из кризиса. У нас есть лучшие экономисты. Мы знаем, как сделать правовую державу. У нас есть лучшие юристы в наших рядах. Мы знаем, как полностью поменять динамику, потому что у нас есть энтузиаст и чистые руки, хорошее намерение. И главное, у нас есть правда на нашей стороне. Мы на правильной стороне истории. Ребята, которых вчера громили, на правильной стороне истории. А Порошенко и его банда на неправильной стороне истории. И правда всегда победит. Давайте готовиться, давайте мобилизоваться, давайте смыкать наши ряды и идти вперед. Очень скоро, от нескольких недель до нескольких месяцев, ситуация полностью пор не поменяется. И мы, народ Украины, вернем власть в свои руки. Народ победит. Не может не победить. У нас все получится. Слава Украине!